Здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Игорь Илдашев и, напоминаем, мы ведем прямые репортажи, встречи и интервью с выставки ГАЗНЕФТЕХНОЛОГИЯ в город Уфа. Сегодня, уважаемые друзья, я веду необычный репортаж, для меня необычный, потому что я веду стенды LG Автоматика. Для меня это предприятие, прежде всего, которое сочетает в себе и наука, и производство, и, конечно же, гениальные идеи и решения. Которые вот сейчас стоят за нашими спинами. И моим сегодняшним собеседником будет генеральный директор LG Автоматика Михаил Олегович Дилонов. Здравствуйте, Михаил Олегович. Буквально недавно мы с вами общались и, собственно говоря, мы побывали на ваших предприятиях на обоих производственных площадках. Очень понравилось, очень впечатлило. Но, тем не менее, хотелось бы спросить, какие изменения на вашем предприятии за последние полгода прошли? Суть по всему, у нас не так много производителей, потому что мы недавно встречались и снова второй круг. И вы снова у нас, да, снова к нам приезжаете. Ну, в принципе, мы за год двигаемся. Мы двигаемся с точки зрения номенклатуры, с точки зрения, прежде всего, электроники, включения электроники в наше изделие. И, скажем так, расширение области применения за счет создания более, ну, слоган, конечно, слоган интеллектуальной продукции. Это, конечно, существует. Существует развитие с точки зрения рынков, существует развитие международное с точки зрения применения. Но, в принципе, на сегодняшний день можно сказать достаточно точно, что вопрос импортозамещения наталкивается на простую вещь, что одного желания достаточно мало. Кроме желания, конечно, нужны условия. Это опять старая песня про лицензиаров. Мы все время, последнее время участвуем в совещаниях и в каких-то... Что плюс, да, плюс, конечно, импортозамещения, что на эту тему стали приглашать, начался какой-то диалог. Но, тем не менее, он пока достаточно тупиковый по причине того, что большинство технологий, лицензии и так далее все-таки импортные. И, в общем-то, надо сказать, существует достаточно серьезная борьба. Борьба импортных лицензиаров с возможностью применения отечественного оборудования. То есть это даже не анализ, это именно борьба. Она идет с переменным успехом, но, тем не менее, движение в этом есть. Вот это есть, конечно, плюс. На импортных рынках, на зарубежных ситуация эта гораздо сложнее, потому что вот этого слогана импортозамещения там нет. Поэтому вопрос применения оборудования неизбежно наталкивается на вопрос глобального отношения того или иного зарубежного лицензиара, который, как правило, имеет уже договора, проект, приблизительный объем применения оборудования, не сказать даже и какие-то платежи с точки зрения лицензионных соглашений. И, конечно, включение нового игрока на рынке является достаточно проблемным. Но движение есть, несомненно, движение есть. Оно тяжелое, и я думаю, что будет все время нарастать по противодействию. Это неизбежно. Ну и, конечно, внутреннее понимание. Все-таки сплошь и рядом такая историческая позиция. Отечественное оборудование – это что-то такое второго сорта. То есть это уже давно ушедшая позиция. В смысле догоняющего, вы хотите сказать? Ну, наверное, да. Хотя по многим позициям мы, конечно, абсолютно реально, да, то есть это положа руку на сердце, мы выходим уже в ситуацию опережающего. Но это все процесс. Это время, это нужно доказывать реальной ситуации и так далее, да. То есть я думаю, что процесс идет, но он не год, не два. То есть это длительный процесс. Ну да, на самом деле мы когда с вами встречались, и у нас была очень большая дискуссия про импорт-размещение, вы сказали, что это процесс даже не пяти лет. Это процесс очень длительный, это как становление, потому что мы погружались в хаос не один год. Ну, по большому счету да, потому что, если вспомнить Советский Союз, то Советский Союз-то как раз начинал с лошади, да, а не с телеги. Почему? Потому что Советский Союз, были институты, разрабатывающие технологию, они разрабатывали проект, передавали на предприятия, и дальше осуществление осуществлялось нашим же, грубо говоря, монтажником или там монтажной организацией, таким суперподрядчиком, который от нотля строил завод. У него уже была ситуация с точки зрения применяемого оборудования, и применение импортного оборудования всегда предполагало обоснование. То есть не обосновании применения российского, а наоборот. Если ты хочешь применить импорт, то на каком основании ты не можешь применить выпускающиеся в Советском Союзе. Сейчас к этой позиции мы не дошли еще. То есть на сегодняшний день у нас позиция такая, что я применяю импорт, и нужно обоснование, чтобы ты начал применять российское. То есть все пока наоборот. Поэтому пока мы эту ситуацию, целиком всю эту цепочку не запустим, не запустит ее как бы вся страна, то эта ситуация будет как бы все время идти через пень-колоду. Ну и, конечно, хватит ли политической воли на эту тему, потому что процесс-то тяжелый. И в ряде случаев проще, чем научиться делать, просто закупить. Это, конечно, ситуация однозначная. Михаил Игоревич, ну вот на самом деле хотелось бы вашего услышать экспертного мнения, по-моему, стандартов API. Вы, как никто другой, сталкиваетесь постоянно с этими стандартами. И возник вопрос, а что если завтра в политических событиях этот стандарт возьмут и отменят для конечных потребителей, для Газпрома, для Роснефти, разработают на их основе новый стандарт, внутреннего стандарта, вот как типа ОТТ, ЕТТ, СТО. И просто скажут, ребят, API в нашей стране теперь не имеет силы. Как вы считаете, мы сильно ли завязаны на этом стандарте, что мы можем себе так позволить? Вы знаете, на самом деле я считаю, что по большому счету страна должна все-таки иметь собственные стандарты. Это однозначно, абсолютно. Почему? Потому что если вы рассчитываете развивать собственное производство, то собственное производство предполагает опять ту же самую цепочку. У вас есть определенные типы руды, у вас есть определенные типы марок металлов, которые исторически сложились, которые производят наш металлургический комплекс. У нас есть определенный подход с точки зрения того же системы монтажа, есть определенный подход с точки зрения электроники. Я даже говорю по испытаниям. То есть я не говорю по конструкции. Я говорю именно испытательная база. И если вы начинаете переходить на зарубежный, то практически вам тогда надо всю цепочку переводить туда же. А вы всю ее перевести не можете. И у вас получается разрыв. И поэтому я считаю, что мы не очень сильно завязаны на импортных стандартов. Потому что в общем-то, если говорить по сути, с точки зрения реальной эксплуатации разница не очень большая. И в ряде случаев наши стандарты даже лучше. Вот с точки зрения реальной эксплуатации. Просто, опять же, почему возникают импортные стандарты? Да очень просто. Вы, скажем, хотите разработать, не знаю, производство чего-либо, да, там, какого-то пластика, да. Соответственно, покупаете лицензию, и там уже прописаны основные базовые позиции, чему они должны соответствовать. И естественно, те, кто это делал, если это импорт, они пользуются тем стандартом, который у них есть. И требования по переводу этого стандарта или адаптации отсутствуют. И это вопрос, конечно, не изготовителей. То есть мне, например, обеспечить возможность перехода какого-то проекта с одного стандарта на другой невозможно. Я могу только пытаться подстроиться под это, да. И, конечно, мы тоже выпускаем, тоже у нас как бы существуют варианты там и специальных строительных длин, и марки материалов, но это все дань, ну, скажем так, сложившейся ситуации отсутствия единой технологической или там политики, да, в области всей страны. Да, то есть вот дань, то есть как результат отсутствия этой единой технологической позиции приводит вот к ситуации, что производителю приходится подо что-то подстраиваться, которое... Причем, если вы переведете эту позицию, вы обнаружите, что у них-то этого нет, вообще никому не придет в голову, да, там, как-то ориентироваться... Навязывая чужие стандарты. Это наш стандарт, ну, не бывает такого. Да, и только в нашей стране это возможно. Ну, не только в нашей, но, по большому счету, в развивающихся странах, в разряд которых мы и попали. Михаил Игоревич, если сегодня провести параллель относительно нашей страны, вот ваша компания имеет экспортный потенциал, да, уважаемые друзья, LG Автоматика сегодня является той компанией, которая поставляет за рубеж. Как вы сегодня можете оценить все-таки экспортный потенциал? Вы же производите арматуру по ГОСТу, все-таки, ваше... Нет, мы производим и по импортным стандартам, конечно, да, то есть мы, естественно, да, то есть играя в чужой стране, то есть в чужой монастырь со своим уставом не ходят, да, это понятное, и поговорка правильная. То есть мы тоже это делаем, и экспортный потенциал у нас достаточно большой. Здесь, опять же, мы попадаем в ситуацию в ряде случаев, да, это все-таки общая политика и государство в целом, да, то есть вот если есть какая-то... линия помощи или... Я не скажу субсидирование, да, то есть это вопрос именно поддержки, да, то эта ситуация начинает двигаться. Если она отсутствует, то одному на чужом рынке вообще бесполезно, да, то есть вы как-то дергаетесь и точно утонете. Вот приблизительно какая. Сейчас ситуация, я могу сказать, действительно, она немножко меняется, но меняется очень медленно и очень тяжело. То есть это вот меняется больше в отношении, в разговоре, но ведь мы-то ждем результатов, да, то есть вот чего ждет, как бы, грубо говоря, вся ситуация, да, она ждет увеличение, там, скажем так, доли экспорта, да, не нефтяных или, скажем так, как не ресурсных продуктов, да, вот, а это пока медленно. И очень медленно, потому что очень много вопросов и, конечно, здесь нужна тоже достаточно согласованная и такая системная политика. Она пока вот только выстраивается. Но как же по поддержке государства? Мы знаем, что сегодня активно работают различные фонды, все курируется Минпромторгом России. То есть вообще как вы можете охарактеризовать сегодня поддержку российского машиностроителя? Могу сказать, что она появилась. То есть я могу сказать, что если еще лет пять назад ее не было вообще, то сейчас она появилась. Но сказать, что она переламывает ситуацию, конечно, нет. Она начала поддерживать и тренд, который был нисходящий, начал тормозиться, да, но пока я бы даже не говорил о росте. Но тем не менее, если смотреть 5-10 лет назад, вот опять-таки, опираясь на наши слова, был хаос. Все было непонятно, зачем мы вообще существуем, зачем есть производство в России, потому что все грезили, говорили, дешевле в Китае покупать. Я всегда говорил, что как бы наше производство, которое сохранилось, это чемодан без ручки, да. То есть мы его развивали, мы все время это делали, мы проектируем от самого начала, то есть мы от проекта до конечной продукции. Вот. И как бы бросить жалко, а нести тяжело. Сейчас эта ситуация, да, немножко стала лучше, она действительно лучше, да, то есть есть какая-то востребованность. Но опять же, она натыкается на множество вот этой вот позиций. Мы вроде бы и готовы применить, а множество вопросов, которые не дают возможности применить. И они лежат не в плоскости даже бывает фирмы, да. То есть есть плоскость, то есть, например, если бы было решение, например, о приоритете отечественных стандартов. То есть не имеет права, грубо говоря, там, проектировщик применять импортный стандарт. Попрос бы сразу изменился. Но ситуации-то нет. И в реальном проекте приоритет импортного стандарта. Вот и все. То есть вот как пример простой. Тем не менее, вот сегодня, если обрисовать ситуацию 2018 года, почувствовали ли вы вот сегодня в середине года уже подъем рынка, потому что, ну, какое-то время он был в стагнации, все это признают. Смотрите, если вы закупали 100 единиц какой-то продукции, из них 70% вы закупали за рубежом, 30% у нас, к примеру, или там 90% за рубежом, 10% у нас. Теперь вы закупаете не 100 единиц этой продукции, а всего лишь 50%. Но 80% пытаетесь покупать здесь. И номинально вы покупаете в России, ну, грубо говоря, 40 уже единиц этой продукции, а раньше покупали 30. И у вас как бы рост, но рост этот немножко обманчив. Потому что с точки зрения как бы общего роста промышленности такого яркого ощущения нет. То есть есть определенное, ну, скажем такое, торможение-падение. Вот я сказал, да, то есть торможение-падение есть. А роста, вот прям бурного роста, конечно, нет. Это, кстати, видно, вот сейчас прошла выставка по механообработке в Москве, достаточно большая. Можно по ней пройти и посмотреть по ней. Это же машиностроение, сразу видно, да, кто представлен. Я еще помню, 5 лет, 10 лет назад идешь, и отечественных предприятий достаточно много. А сейчас, ну, вот один, два, три, там и все. Остальные отечественные предприятия, ну, по большому счету, не отечественные предприятия. Это видно сразу. И из реальных очень мало осталось. Поэтому, но все-таки они еще остались. Ну, знаете, не будем думать о чемодане без ручки, потому что, на самом деле, металлоброводка, это отрасль очень сложная. И самое главное, затрагивает практически всю промышленность России. Это и военная, и оборонная промышленность. Поэтому я думаю, что она еще будет жить в России, потому что у нас есть военные. Конечно, какое-то время нет. И, естественно, да, то есть при наличии потребностей, как бы необходимости и какой-то поддержки государства эта ситуация будет жить. Вопрос же не в том, чтобы она выживала. Вопрос в том, чтобы она могла самостоятельно развиваться. То есть развиваться не из-за поддержки государства, а вышла бы на рост самостоятельный. А для этого, в общем-то, нужны не сколько адресная поддержка. То есть, знаете, как говорится, как в известной такой притче, что можно накормить рыбой, а можно научить ее ловить. Так вот, вопрос заключается, чтобы не накормить рыбой. Не дать денег на что-то, да, а научить эту ситуацию или создать условия, чтобы эта ситуация зарабатывалась. Да, зарабатывали. Не только зарабатывалась, но и развивалась. То есть научить ловить рыбу. А сейчас мы больше движемся по системе, значит, накормить. Оно как бы в общем и целом лучше, чем голодным-то быть, да, но научить ловить. Мы можем больше, одним словом. Да, это важнее. Спасибо большое, Михаил Ильич. На самом деле, наша каждая встреча – это небольшой шажок по поводу аналитики и вообще понимания сегодняшней ситуации. Потому что вы действительно очень интересно излагаете свою точку зрения. Но, тем не менее, одна из самых ключевых наших, один из самых ключевых наших вопросов – это ваши пожелания. Ваши пожелания коллегам, клиентам, партнерам, тем, кто знает вашу арматуру, ваше качество и вас лично. Ну, мое, прежде всего, пожелание всем нашим партнерам – это, конечно, более, скажем так, смелое решение с точки зрения решения применения или работы с отечественными предприятиями. То есть, я, более того, я даже склонен говорить о том, что вот в последнее время появились эти и аудиты, и инспекции, что эта ситуация как раз правильная. То есть, вводить большие требования, но принимать решение о применении именно отечественного оборудования. И это является основным пожеланием с точки зрения даже не сколько принимать решение, а рассматривать его наравне. Вот я бы так сказал. Рассматривать наравне, чтобы не получалось так, что вас не рассматривают вообще. Вот это наиболее проблемная вещь. Ну, а с точки зрения всех наших производителей, я бы пожелал, конечно, большего понимания того, что не надо копировать, а надо делать свое. И тоже в этом отношении более смело принимать решение. Потому что чем больше вы делаете и говорите, что я делаю не хуже, тем больше вы находитесь в позиции аутсайдера. То есть, вы идете сзади, да? То есть, всегда надо делать что-то свое, и это по ряду позиций всегда будет и отличаться, и будет новым. И в этом отношении, я думаю, что это основной путь. Потому что вот эта вот позиция, например, а вы можете сделать так же, как там кто-то, да? Оно неправильная. Вот в этом отношении нужно всегда исходить из позиции, что вот я делаю вот это, и мы можем сравнить, насколько это лучше, насколько это хуже. Но это не копия вот этого. То есть, вот это вот движение по копиям, оно неправильное. Уважаемые друзья, ну и самое главное, конечно, верить в свои силы, в свои возможности и понимать, что делаешь какое-то благое дело. Самое главное, что, знаете, сегодня уже присутствует в наших производителях, в их глазах, в их, собственно, говоря, мнении, это уверенность в своих силах. То, что мы не можем быть хуже. Мы можем быть только либо наравне, либо лучше. И это вы тоже посоветовали, как и Михаил Олегович, вам в ваших делах. И, конечно, помните, что мы живем в большой, великолепной стране, которая первым запустила человека в космос. И, конечно, была одно время самой первой с вами передовой. Одно время. Удачи вам, развития и, конечно, новое.